Мурманске прошла большая пресс-конференция с участием директора Кольской АЭС. Рекорды производства, добыча водорода, строительства центров, обработки данных и возведения Кольской АЭС-2. Василий Амельчук ответил на десяток вопросов журналистов, подвел итоги работы станции в уходящем году и определил планы на будущее. Диалог с представителями СМИ директор Кольской АЭС Василий Амельчук начал с темы рекордов, которых удалось достичь главному производителю электроэнергии в Мурманской области. 16 декабря станция досрочно выполнила план Федеральной антимонопольной службы по выработке электроэнергии в объеме 10,2 миллиардов киловатт-часов. В тот же день предприятие поставило рекорд по суточной выработке, показав максимум за всю историю – 44,25 миллионов киловатт-часов. Была зафиксирована и максимальная среднесуточная нагрузка свыше 1843 мегаватт. Электроэнергетика – это индикатор экономики. Если больше электроэнергии потребляется, значит, экономика развивается, ну или жизнь развивается в Мурманской области. А в этом году есть такой ощутимый рост потребления электроэнергии в Мурманской области, и мы это ощущаем на Кольской атомной станции. Среди инновационных проектов – сооружение Кольской АЭС-2. Два энергоблока по 600 мегаватт каждый. Сейчас полным ходом идут подготовительные работы. Новые энергоблоки планируются к пуску в 2035 и 2037 годах. Еще в производственных планах – строительство Центра обработки данных. Он обеспечит управление работой Северного морского пути и другими масштабными проектами развития Арктики. Вот эти все проекты и вот это будущее развитие экономики Мурманской области говорит о том, что электроэнергия Кольской атомной станции будет востребована полностью. И мы к этому готовы. Сегодня станция передает электроэнергию по пяти линиям электропередачи и обеспечивает надежное энергоснабжение северной части республики Карелия, где находится большая часть крупных промышленных предприятий региона, а также свыше 50% потребителей Кольского полуострова. А в этом году Кольская АЭС инициативно за счет своих средств реализовала автоматику защиты от коротких замыканий этой линии, что позволило нам увеличить переток электроэнергии в Карелию на 120-125 мегаватт. И сегодня этот переток составляет в районе 800, даже иногда до 900 мегаватт. На Кольской АЭС одним из приоритетных направлений научно-технологического развития является опытное электролизное производство водорода и обращение с ним. По итогам 2023 года Кольская АЭС в концерне «Росэнергоатома» признана лучшей третий раз подряд по культуре безопасности. Юрий Монаков, Владислав Хрущев, ТВ21+.